Всем привет. Сегодня в этом выпуске покажу эксперимент и тест быстрой раскоксовки серии Повтори автохак для японских двигателей. А чтобы хейтеры не обвинили меня в предвзятости теста, такую добавку будет тестировать один из моих подписчиков на своем стареньком японском двигателе с замерами до и после. Итак, погнали. Итак, весна, дача. Старенький Nissan, который требует смены масла. И почему бы не попробовать присадку, которую мне прислали с YouTube канала Повтори автохак. Пробег у этого старичка, как вы можете видеть, 339 тысяч 92 километра. Насколько он правдив, этот пробег никто не знает. Помощника у меня нет, поэтому буду снимать вот так. Итак, на всякий случай двигатель на холодную поочередно все четыре цилиндра. Ну, фокусируйся. Почти десять очков. Второй цилиндр. Тоже почти десять очков. И третий цилиндр. Даже чуть больше десяти. Четвертый цилиндр. Смотри-ка, и четвертый около десяти. Пока прогреваем и читаем инструкцию. Ну, давайте почитаем, что там внутри. Одной рукой, конечно, неудобно. Собственно, вероятно, сама присадка. Где там инструкция? А, вот там инструкция. Что она тут нам гласит, кроме всякой рекламной ерунды? Типа, все же обещают, что будет хорошо, лучше всех. Итак, заменить моторное масло. Мы, конечно же, еще проверим на теплом двигателе компрессию. Так, потом заменить моторное масло, прогреть двигатель до рабочей температуры. Ну, не вопрос. Взлихнуть флакон до исчезновения осадка. Да, действительно, осадок есть. Так, фокусируйся. Залить содержимое флакона в двигатель через масло в заливную горловину. Есть такое. Запустить двигатель на 30 минут в режиме холостого хода. Через 30 минут переказовать 3-5 раз. Ну, ладно. Эксплуатировать автомобиль до следующей замены масла. Ура! Погнали на теплом двигателе. Первый цилиндр. Ну, чуть больше десяти. Цилиндр номер два на горячем двигателе. Больше десяти, ближе к двенадцати. Третий цилиндр на горячем двигателе. Десять очков. Четвертый цилиндр на горячем двигателе. Все те же десять очков. Решил перемерить второй цилиндр. Вдруг чего? Чуть больше десяти. Как обычно, как обычно сливается бурая жижа. Не знаю, что тут можно показать. Вот такой у меня специальный тазик. У него сливаю, чтобы не лить на землю, не загрязнять природу. Ну, а отработку потом. О, забор помогал. Шалтай-болтай, сидел на стене. Шалтай-болтай, разбился без него. Блин, а нельзя производителю без этого, чтобы просто залить и все. Не, надо болтать, пока осадок не исчезнет. Заливаем масло и прогреваем до рабочей температуры. Итак, двигатель прогрет. Пошли заливать. Итак, то ради чего мы здесь все-таки собрались. Запускаем горячий двигатель после того, как он полчаса поработал с присадкой. Первый цилиндр. Чуть больше десяти. Второй цилиндр. Показывает 14. Что-то не верится. А давайте еще раз. Ну, вы сами видели. Третий цилиндр. Третий цилиндр. Двенадцать. И последний цилиндр. Ого. Ну, давайте еще раз. Все равно разница в плюс. И вот такие результаты теста получились. Друзья, не забывайте вовремя делать профилактические раскоксовки. И ваш двигатель скажет вам только спасибо. В дальнейшем продолжим тестировать быстрые раскоксовки на разных двигателях. Так что будет интересно. Подписывайтесь. А на этом у меня все. Всем удачи и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.